Здравствуйте! С вами Михаил Маркелов. В эфире третий выпуск программы «Наша версия» под грифом «Секретно». Недавно в Россию с друстным визитом приезжал президент солнечного Узбекистана Ислам Каримов. До развала Союза Узбекистан славился своим замечательным хлопком, лучшим в Центральной Азии пловом футбольной команды «Пахтакор», великолепными бухарскими коврами и восточным гостеприимством. В общем, благодатный край. А еще Узбекистан всегда был нашим стратегическим плацдармом в сложном Центрально-Азиатском регионе. Близость неспокойного воюющего Афганистана заставляла политиков во всем мире уделять пристальное внимание Центральной Азии. В 1991 году после посиделок в Беловежской пуще Советский Союз был упразднен. А в бывших республиках Союза прошли выборы. В Узбекистане победил нынешний президент Ислам Каримов. Историю, которую мы хотим сегодня рассказать, покажется на первый взгляд неправдоподобной. Но тем не менее хочу предупредить, что все события и герои этих событий реальны. Сегодня мы расскажем о том, какими способами в Узбекистане борются с оппозицией. Но сначала мы вспомним, какими методами и способами боролись политическая оппозиция в теперь уже бывших республиках Советского Союза. Итак, комментарий программы «Наша версия» под грифом «Секретно». Пожалуй, более или менее цивилизованные из всех стран бывшего Союза с политической оппозицией разбирались Прибалтики. Где страны первыми обрели независимость и где к власти на выборах пришли радикально настроенные антикоммунистические националисты. Поначалу в оппозиции к ним оказалось практически все русскоязычное население, особенно люди преклонного возраста. Когда же главный враг Советский Союз был повержен, русскоязычным в Прибалтике стали мстить за советское прошлое. В Латвии, скажем, власти с удовольствием устраивали судебные процессы над красными партизанами и не препятствовали проведению нацистских шествий, переодетых в эсэсовскую маскарадную форму, бывших полицаев. Сегодня можно смело сказать, что в Латвии, Литве и Эстонии нет активной политической оппозиции к правящим там режимам. Соседний с Прибалтикой Белоруссии президент Александр Лукашенко решил вопрос политической оппозиции один раз и радикально. Глава Белорусского народного фронта Зенон Поздняк прячется в Америке. Другие политические деятели-оппозиционеры растворились в пространстве, как посторонние предметы в серной кислоте. Кто-то сидит в тюрьме по обвинению в коррупции, а кто-то и вовсе исчезает в лесах Беловежья. Например, один из активных оппозиционеров, Виктор Гончар, ушел в баню в буквальном смысле слова и пропал. В Белоруссии странным образом исчезают не только политики, но и журналисты. Митинговая же активность молодежи, осколков Белорусского народного фронта, пресекается властями быстро и практически без жертв. Белорусская милиция набила себе руку в уличных баталиях. На Украине, или как говорят сами украинцы, в Украине, политическая оппозиция активизировалась до такой степени, что президент Кучма впервые за годы своего правления почувствовал, что такое настоящая внутриполитическая борьба, когда уже невозможно обойтись простым подкупом электората. Разразившийся на берегах Днепра Кучма Гейт показал, что на Украине серьезная оппозиция есть. Активизация оппозиции на Украине началась после убийства журналиста Гангадзе, критика режима Леонида Кучма, и ареста знаковой на сегодняшний день политической фигурой, кой является Юлия Тимошенко. Как результат, создание антикучминской коалиции из левых, правых и других сил, в которых президент Кучма явно побаивался. Раньше такого не было. Раньше оппозиция состояла в основном из сторонников националистической организации УНАУНСО. В Молдавии на последних выборах вообще случился парадокс. Оппозиция победила. Но кто? Отнюдь не националисты. К власти пришли коммунисты во главе со своим лидером Юрием Воронином, который положил на обе лопатки президента Молдовы Петра Лучинского, бывшего в советские времена секретарем ЦК партии. Все это происходило на фоне громких коррупционных скандалов республики. Что же касается России, то можно вспомнить 93-й год, когда первый всенародно избранный президент России Борис Ельцин, недолго думая, расстрелял из танков мятежный парламент. Но все это уже в прошлом. Сегодня в России оппозиция власти внешне многообразна и разношерстна. Правда, она нестабильна и очень часто меняет свой цвет. В вечных оппозиционерах числятся коммунисты и яблочники. Сегодня одновременно немодно и опасно быть в оппозиции власти. Юрий Лужков доказал это, объединив свое отечество с пропрезидентской фракцией Единства. Остряки тут же назвали эту комбинацию «идиотами» по начальным буквам Единства и Отечества. И еще. Сегодня в России в оппозиции часть бывших, как недавно казалось, всесильных олигархов. Воспринимают всерьез. Гусинский и Березовский – это оппозиции прежде всего законов, а не власти. В Закавказе, Азербайджан. Президент Алиф. Наиболее активная часть оппозиции еще пять лет назад была разогнана. Часть сидит в тюрьме, а часть живет в Москве и ждет очередных выборов. В Грузии у Шварнадзе ситуация похожая. Оппозиционер Игорь Георгадзе находится за пределами страны и разрабатывает планы своего прихода к власти. В Армении бывшего президента Тер Петросяна сменил молодой Роберт Кочарян, который еще недавно был в оппозиции власти. Собственно говоря, мы перешли к Центральной Азии. Самыми сложными, закрытыми и загадочными республиками здесь считаются Туркмения, где долго правят Сапар Мурат Ниязов и Узбекистан с Исламом Каримовым. В отличие от Киргизии и Казахстана, где лидеры оппозиции практически все сидят в тюрьмах за государственные преступления, оппозиционные партии в Узбекистане и Туркмении запрещены законом. Например, Туркмения может гордиться тем, что об оппозиции Ниязову практически ничего не известно даже в такой уважаемой организации, как ОБСЕ. Что же касается Узбекистана, то здесь все гораздо сложнее. Вся политическая оппозиция президенту Исламу Каримову находится в вынужденном политическом изгнании, то есть за границей. Один из самых опасных для Каримова, его окружение и лидер оппозиции Салай Мадаминов, больше известный в Узбекистане по своему литературному псевдониму Мухаммад Салих, живет и трудится в Норвегии. Я выехал из Узбекистана в 1993 году под давлением власти Узбекистана, так мягко говоря. На самом деле, в буквальном смысле, конечно, моя жизнь была в опасности, поэтому я выехал. Меня предупредили из МВД, очень верные источники о том, что Каримов, президент Узбекистана, серьезно намерен избавиться от меня, как от лидера оппозиции. Поэтому я в апреле 1993 году выехал, вынужден был выехать из Узбекистана. В феврале 1990 года в Ташкенте поэт-интеллигент Мухаммад Салих создает политическую партию ЭРК, по-русски «Свобода», ставшей первой национальной партией еще в советское время. Год спустя, в декабре 1991 года, Салих выступает соперником Каримова на президентских выборах в Узбекистане. Случай беспрецедентный для центрально-азиатских государств начала 90-х годов. Ведь у нынешних лидеров Центральной Азии еще 10 лет назад на выборах не было никаких соперников. Выборы Салих проигрывает, но президент Каримов начинает волноваться. Вскоре он запрещает деятельность партии ЭРК в Узбекистане. Начинаются аресты лидеров оппозиции. В 1993 году Мухаммад Салих эмигрирует из страны. Но Каримов все эти годы сохраняет видимость многопартийности в республике. В Узбекистане действует пять политических партий. Правда, отличить их друг от друга можно только по названию. По существу они все едины в своей неизменной поддержке генеральной линии президента. В середине 90-х годов демократическая оппозиция в Узбекистане была уничтожена. А на смену мягким интеллигентам пришли исламисты-боевики. Ферганская долина, где они укрепились, на сегодняшний день является их оплотом в Узбекистане. Иммиграция же начинает подпольную деятельность. Находясь тогда в Стамбуле, Мухаммад Салих устанавливает в частности контакты с чеченской диаспорой. Его старая студенческая дружба с Елимханом Гиндарбиевым, тоже в прошлом поэтом, оба учились в литературном институте в Москве, помогает Салиху познакомиться с влиятельными в исламском мире людьми. Так, в Стамбуле Салих встречается с Тахиром Юлдашевым, одним из руководителей организации «Хезби Тахрир» в Исламии, или по-русски «ИДУ» — исламское движение Узбекистана. Позже фотография Салиха, обнимающего Юлдашева, была вступлена людьми Каримову по признанию самого Салиха за 13 миллионов долларов, как доказательство его связи с экстремистами. Юлдашев встречался не только со мной, но и с другими представителями узбекской оппозиции. И у других есть фотографии, которые фотографировались с Юлдашевым. Вы, может быть, знаете, что у них одна только единственная улика, где я сфотографирован с Юлдашевым. Это больше улики нет. Тем не менее, Вас неоднократно еще обвиняли в том, что финансовые поступления в партии исходят от различных, опять-таки, экстремистских организаций. В частности, вспоминалось имя известного Тирома. Нет, даже Каримов сам тоже не верит в это, потому что они это придумали, эту легенду. Ну, никто не верит этому. Просто это чушь полная. Исламское движение Узбекистана, сокращенно ИДУ, по классификации Госдепартамента США, находится в списке наиболее опасных международных организаций. Штаб-квартира ИДУ находится в городе Кандагар, на юге Афганистана. ИДУ имеет свою разведку информаторов в госструктурах Узбекистана, тренировочные лагеря и базы, склады с оружием. Организация имеет своих боевиков. Она стремится к расширению оперативного пространства, и отвергает любые возможности решать свои задачи политическими и переговорными методами. Она питала в себя боевой опыт Талии. Встречу с Алихой Юлдашевым в Стамбуле в 1998 году принято считать в Узбекистане главной сходкой террористов, на которой был объявлен джихад президенту Каримову.